Объединить ресурсы и не пропустить ни одну созидательную идею. В регионе начался первый конкурс грантов губернатора. НКО смогут подать заявку по 91 направлению, при этом бумажной работы и беготни по ведомствам не будет совсем. За круглым столом обсуждается принцип одного окна. Именно так будет работать специальный портал первого конкурса грантов губернатора. Чтобы, например, социально ориентированным НКО защитить проект и получить финансирование, не нужно будет тратить лишнее время. Планируется полное электронное сопровождение от момента подачи заявки до окончания работ по гранту. Основными плюсами от этого конкурса будет то, что форма заявки станет единая. Потому что очень часто они настолько разные, что ты больше занимаешься адаптацией проекта под заявку, чем самим проектом. 91 направление в рамках 12 приоритетов. Здесь и социальное обслуживание, поддержка семьи, реновация общественных пространств и даже развитие Соловецкого архипелага. Конкурс вберет в себя лучшее от региональной практики и дополнится опытом фонда президентских грантов. Особенность этого конкурса в том, что в нем, во-первых, будут соединены деньги областного бюджета и деньги, которые выделены нашей области фондом президентских грантов. И, соответственно, грантовый пул конкурса будет существенно больше. И особенность главная, конечно, еще и в том, что все решения будут приниматься на региональном уровне. Это будут региональные эксперты. Объем средств грантового конкурса 60 миллионов. До двух заявок от одной НКО теперь могут получить поддержку. Идея конкурса возникла еще в прошлом году при разработке программы «Вместе мы сильнее». Нужно, с одной стороны, наладить системную работу с грантами без задвоения и противоречий, с другой – объединить все ресурсы по тому самому принципу одного окна. Я хотел бы, чтобы этот механизм был максимально прозрачным, чтобы к нему имел доступ очень большое количество людей. Чтобы мы не упирались в какие-то проекты, реализуемые по направлению отдельных министерств, а чтобы у нас была единая точка входа, единое, так как это сейчас принято, одно окно, понятные и прозрачные правила, нет необходимости собирать огромное количество документов и откуда-нибудь там из деревни, из Лишукони, или из Верхнетоминского района с этими кипами бумаг ехать в министерство, доказывать, что этот проект хорош. А чтобы у нас было четкие правила, по которым ты можешь прийти, и подтвердив, что твой проект действительно является созидательным. Прием заявок на первый конкурс грантов губернатора с 1 по 30 июня и уже к 1 августа будут подведены итоги. Уже сегодня на специальном портале можно узнать, какие документы нужны для того, чтобы притворить проект в жизнь. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29.